Механизм давления не сработал. Почему Турция считает поставки С-400 гарантией своего суверенитета? 29 июня 2019 года, 2032. Ирина Таран. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что отсрочек по поставкам С-400 не предвидится. Первые комплексы должны быть переданы Анкаре уже в начале июля. Между тем, американский лидер Дональд Трамп в очередной раз выразил турецкому главе обеспокоенность покупкой Турции российских ЗРК и призвал работать с США в рамках оборонного сотрудничества для укрепления НАТО. Как отмечают аналитики, турецкая сторона демонстрирует последовательность в вопросе зенитно-ракетных комплексов, несмотря на давление Соединенных Штатов и многочисленные угрозы ввода санкций. Таким образом, Турция проявляет независимость от НАТО и нежелание пренебрегать своей безопасностью, считают аналитики. В процессе поставок Анкаре российских зенитно-ракетных системы С-400 «Триумф» нет каких-либо задержек, заявил турецкий лидер Реджеп Тайюб Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Асаке. Поставка С-400 «Мы продолжаем наблюдать за этим процессом относительно нашего согласия, к которому мы пришли в душам Б», цитирует Эрдогана пресс-служба Кремля. По его словам, приоритетное значение для Турции имеет совместное производство ракет, а также передача технологии. Этот пункт контракта позднее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнувший, что речь идет о частичной передаче технологий. Также по теме. США не оставят попыток сорвать сделку. Эрдоган заявил о планах по поставкам Турции в июле первых российских С-400. Передача российских зенитно-ракетных системы С-400 может начаться в первой половине июля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Таиб. При этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита Эрдоган подчеркнул, что сейчас контракт по С-400 находится на стадии поставки, а на этом этапе отказываться от соглашения неприемлемо для такой страны, как Турция. Во времена президентства Обамы Турция сделала попытку приобрести в США ЗРК «Патриот». К сожалению, Вашингтон не поддержал эту инициативу, добавил президент. Ранее турецкий лидер объявил о начале поставок российских ЗРС в первой половине июля. В свою очередь, глава госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил, что все турецкие военнослужащие уже прошли необходимое обучение. Напомним, что заключенное между Москвой и Анкарой соглашение подразумевает приобретение четырех дивизионов С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Вскоре после объявления о подписании контракта Вашингтон выступил с резкой критикой такого шага и стал предпринимать попытки сорвать сделку. Однако турецкие власти неоднократно заявляли, что не откажутся от российских комплексов, несмотря на угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов. Действовать в интересах своей страны, а не НАТО. Эрдоган занял твердую позицию в отношении российских комплексов С-400, в частности потому, что надеется таким решением укрепить свои внутриполитические позиции, полагает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. Как отмечает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, за счет четкой линии по С-400 Эрдоган укрепил свои позиции не только внутри страны, но и на международной арене. В отличие от Турции, практически все страны НАТО смирились с тем, что находится в трастовом управлении у США. Однако Анкара демонстрирует совершенно иную позицию. Вашингтон ожидал, что к президенту Турции отнесутся как к изгою, так как он пошел против системы, однако его, наоборот, стали расценивать как серьезного игрока, которого заботит вопрос суверенитета своей страны, пояснил эксперт в беседе С-Ар-Ти. По словам Судакова, диверсификация военных сил, в том числе и за счет поставок российских ЗРК, принципиальный вопрос для Анкары, так как Турция хочет стать лидером в регионе и проводить свою собственную политику. Несмотря на колоссальное давление со стороны США и угрозы введения санкций, Анкара демонстрирует желание не оставаться в стороне и действовать в интересах собственной страны, а не Североатлантического альянса, подчеркнула аналитик. Недопустимость прецедента В ходе саммита Вопрос поставок Турции российских С-400 затрагивал и президент США Дональд Трамп. Он выразил Эрдогану обеспокоенность с делкой и призвал Анкару работать с Соединенными Штатами в рамках оборонного сотрудничества для укрепления НАТО. Об этом сообщил Белый Дом по итогам переговоров двух лидеров на полях саммита G20, также по теме попытки диктовать свои условия, как Вашингтон убеждает Анкару отказаться от контракта на поставку С-400. Соединенные Штаты предложили Турции ряд вариантов в обмен на отказ республики от контракта на поставку российских ЗРК С-400. Об этом, как отмечает Юрий Мавашев, Вашингтон стремится не столько ввести Турцию с неверного пути, сколько угрозами в адрес Анкары подать сигнал своим союзникам. США хотят показать, что прецеденты подобного рода, когда страна, член НАТО закупает у России С-400, недопустимы, пояснил эксперт. В связи с этим, по мнению Мавашева, Трамп вряд ли откажется от педалирования этой темы. Подобную точку зрения разделяет и Сергей Судаков. Самим фактом того, что Турция начинает приобретать зенитно-ракетные системы у России, она нарушает правила игры, установленные США в Североатлантическом Альянсе. В Вашингтоне боятся, что если Анкара раскроет информацию, как можно сочетать российский ЗРК с НАТОвской авиационной техникой, последний станет более уязвимой, пояснила аналитик. По мнению Судакова, США ставят под вопрос надежность партнерства Турции по НАТО, опасаясь, что и другие участники Альянса последуют примеру Анкары. Ведь страны блока могут объединиться в союзы и будут уже сами решать, как обеспечивать свою армию, снаряжать ее и какие современные средства обороны привлекать для повышения ее боеспособности, сказал эксперт. Эрдоган же демонстрирует свою суверенность от НАТО, так как понимает, что членство в Североатлантическом Альянсе не дает Турции никаких излишних преференций, считает Судаков. Анкара много раз проявляла себя как самостоятельный игрок и на этот раз продолжает отстаивать свою позицию. Турция будет приобретать те образцы вооружений, которые сочтет наиболее эффективными для обеспечения безопасности страны. Эрдоган не хочет, чтобы членство в НАТО мешало этому процессу, отметил аналитик. Надеюсь, нам удастся положить конец этой проблеме. Аналитики уверены, что из-за отказа покориться блоковой системе НАТО Вашингтон продолжит оказывать давление на Анкару. Перед разговором с Эрдоганом на саммите, глава Белого дома заявил, что Вашингтон рассматривает различные варианты решения вопроса о закупках Турции и российских системы С-400, и не исключил введение санкций. Однако после встречи с американским президентом турецкий лидер заявил, что Белый дом отказался от введения рестрикций в отношении Анкары. В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет, сказал турецкий лидер во время итоговой пресс-конференции саммита G20, также по теме. Идти на уступки Вашингтону недальновидно, к каким последствиям может привести вывод Турции из программы поставок F-35. Ф-35 США разочарованы действиями Турции, которая ранее направила своих специалистов в Россию для обучения работе с российскими ЗРК С-400. Напомним, ранее США уже не раз угрожали турецкой стороне возможными ограничительными мерами. В частности, речь шла о прекращении поставок F-35. Не так давно Вашингтон прекратил обучение турецких летчиков на истребителях этого типа, а несколько дней назад Сенат принял законопроект, который запрещает передачу Турции этих американских самолетов и соответствующих технологий. За документ проголосовало абсолютное большинство сенаторов, однако его еще предстоит согласовать с членами Палаты представителей. Итоговый вариант будет направлен на подпись главе Белого дома. Со своей стороны Анкара уже выработала план действий на случай, если Вашингтон все-таки введет санкции против турецкой стороны. Эрдоган пообещал обратиться в международный трибунал, если Вашингтон откажется от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков. Мы уже заплатили США 1,25 миллиарда долларов в рамках проекта F-35. Если они пойдут на такой неверный шаг, мы обратимся в Международный арбитражный суд, чтобы американцы вернули нам деньги, потраченные на данный момент, заявил он в опубликованном 27 июня интервью японской газете. Кроме того, Эрдоган напомнил, что в этой сделке Анкара для Соединенных Штатов выступает не просто в роли очередного покупателя, а как партнер по производству истребителей-бомбардировщиков, так как Турция выпускает большое количество деталей для F-35. По мнению Сергея Судакова, в настоящий момент у президента Турции нет повода опасаться угроз, с которыми выступает Вашингтон. Механизм давления не сработал, Эрдоган переиграл Трампа. «Переговорная позиция турецкого лидера более совершенна и серьезна, она подкрепляется реальными делами, тогда как глава Белого дома проводит лишь политику слов», — пояснил Судаков. Однако, по его словам, в отместку Вашингтон может попробовать навредить Турции за счет обострения ситуации вокруг курдского вопроса. США могут намеренно финансировать деятельность курдов, направленную на дестабилизацию обстановки в Турции, в том числе и военным путем. Заявил Судаков. Он не исключил, что глава Белого дома вполне может предпринять такой шаг в условиях ожесточенной предвыборной борьбы за пост президента США. Демократы заявят, что американский лидер проиграл Владимиру Путину, и Москва спокойно может продавать члену НАТО свои С-400. «Это сильный удар по имиджу президента США, который идет на второй срок, и Трамп постарается реабилитироваться», — отметил аналитик. В свою очередь, Юрий Мавашев предположил, что Вашингтон также не оставят попыток активизировать деятельность ряда представителей турецкой правящей элиты, которые должны будут по плану США вступить в противоборство с Эрдоганом. Однако эти шаги вряд ли дадут какой-либо результат, полагает эксперт.